Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел принимаются в школы в первую очередь. Остальные в общем порядке. С 1 февраля по 30 июня принимают дошкольников по месту жительства, а с 1 июля – всех желающих при наличии свободных мест в учреждении. Такая схема действует уже много лет. Однако в этом году случился сбой. В микрорайоне Снеговая пать вместо четырех запланированных построено всего две школы. Чтобы записать своих детей в образовательное учреждение, которое находится недалеко от дома, родителям пришлось немало понервничать. Сейчас действительно на администрацию города упала вот эта вот проблема, и необходимо ее решать, и они ее решают. Подготовлена проектно-сметная документация, проходят определенные процедуры необходимые, и администрация города будет заявляться в программу государственную для софинансирования строительства новой школы в Снеговой патье. Но по другим школам к нам в департамент пока обращения не было. Однако ночных в день у школы можно было избежать, ведь записаться в первый класс можно на портале госуслуги или через многофункциональный центр. Предварительно проведено собрание с родителями первоклассников. На сайте вся информация есть, и процесс приема документа в этом году ускорен, благодаря тому, что родители активнее начали регистрироваться и подавать свои заявления через портал госуслуги. Строительство новых общеобразовательных учреждений, а также реконструкция существующих, необходимость для всего края. Тогда все младшеклассники смогут учиться в первую смену. Это планируется сделать до 2022 года. Кроме стен не хватает и людей. Вопрос с кадрами планируется решить за счет студентов ДВФУ. Будущие педагоги отправятся на практики и стажировки в школы региона. Также в планах департамента вернуть школу должность педагога-психолога. На эти цели из краевого бюджета выделено порядка 140 миллионов рублей. Проблема психолого-педагогического сопровождения стала очень явной в свете различных событий, в том числе негативных. И с целью введения ставок педагогов-психологов в школах губернатором края был подготовлен проект закона. В данные субвенции теперь добавлен коэффициент дополнительный, который позволит в школах ввести ставку педагога-психолога. А вот о ставках логопеда в школах разговора не идет. На сегодняшний день услуга этого специалиста платная. Вообще для первоклассников действует множество дополнительных образовательных кружков и секций. Есть даже продленка. Но все эти услуги родителям будут стоить денег. Уже организованы для будущих первоклассников следующие платные образовательные услуги. Это предшкольная пора, где мы готовим детей к школе. Ведут занятия учитель начальных классов и педагог-психолог нашей школы. Сегодня в краевой столице первоклассник готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Правила приема в первый класс можно прочитать на официальных сайтах школ. Кстати, проведение любых испытаний, экзаменов, тестов, конкурсов, направленных на выявление уровня знания ребенка по различным учебным дисциплинам при приемах в первый класс не допускается. Катерина Матвеева, Василий Косилов. Новости на Восьмом.